Приветствую вас, Лисы. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Итак. В браке 7 лет. Пишите вы, мне 30, мужем 33 года. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что 7 лет, там, может быть, не самый большой, конечно, срок, но и немаленький уже. И хотелось бы знать, особенно если бы учитывать тот факт, что вы достаточно молоды были, когда выходили на мыси. Вот. И, может быть, может быть, знали, ну, знали друг друга еще до брака, до заключения брака. И, конечно, хотелось бы знать, что между вами общего, между вами и вашему иммунию. Какой момент вы поняли, и в результате чего вы поняли, вследствие чего вы поняли, что ваш муж, это именно вот тот человек. Который вы хотите видеть, например, рядом с собой. Что вас связывает? Повторюсь. Это важно. Это важно. Это важно. Что вас связывает? Почему? Чем это важно? Да важно тем, что, когда я, например, читаю ваш текст. У меня складывается достаточно четкое такое впечатление, складывается у меня, что вы, своего мужа, и, в свою очередь, ваш муж, воспринимаете друг друга исключительно как представителей гендера. То есть, ну, и впоследствии уже как членов семьи. То есть, вот как личностей, как личностей, мне кажется, как-то вот вы друг друга не воспринимаете, к сожалению. Ну, именно вот как, именно как личностей вы не воспринимаете друг друга. Я очень рад был бы, быть не прав в этой ситуации, я очень рад был бы ошибаться, но, как бы, опыт мой говорит об очень частых, к сожалению, в явлениях подобного рода и, как бы, игнорировать это, но я не могу. Собственно, дальше. За два года назад мой муж уехал на север для заработков на пять лет и для досрочной пенсии он служит в МВД. В МВД. Когда он сказал, что едет туда, я был обротив. Значит, эм... Вот, смотрите. А муж решает уехать, эм... На заработки. В МВД. Ой, на север. Для, значит, досрочной пенсии. Эм... Этому. Потому что он, вот, ну, хочет так сделать. Этому. Эм... Предшествуют, ну, скажем так, определенные его черты. Характер. Которые, по идее, вы знаете. Которых вы, по идее, разбираетесь. Но, которые внезапно становятся для вас чем-то необычным. Которые для вас внезапно становятся чем-то странным. Которые для вас внезапно становятся чем-то... Ну... Эм... Чего вы никак не ожидали. То есть, вы не разделяете ценность и мужа здесь? Вы говорите, я была против. Почему против? Не понятно. Уговаривала остаться. Не понятно. Особенно, если вы учёте что, эм... у вас были ссоры, то есть уговаривать остаться это хорошо, но какой мотив у вашего мужа должен был остаться. Дальше, нашему ребенку было 3 года, причем детский ребенок. Он тоже ехал работать туда, живет в коммунальной квартире, примерно раз в полгода на месяц или меньше. На время его отсутствия я первый год работал, потом он сказал, что привезет нас к себе. Ну вот знаете, здесь Леся, честно, вот здесь чувствуется, что вы нуждаетесь в своем мужа, как он вас защитит. Мне так, знаете, показало. Еще мне показалось, что не очень-то вы хотите работать, в том смысле, что у вас нет такой деятельности. Которую бы вы могли реализовывать. И через которую вы могли реализовываться, я могу быть. Конечно, не прав вне всякого сомнения. Но видится мне ситуация именно такой. Дальше. Я хотел поехать к нему в гости, чтобы посмотреть, как он живет. Но все время были отмазки, в итоге за два года ни разу я у него не была медицином, никуда не переехал. Но опять же здесь чувствуется, что вы занимаете более такую, знаете, ведомую позицию. Сейчас он говорит, что условий для меня и сына нет, что обратно переезжать он не будет. А вот в смысле он не будет обратно переезжать, куда, если ему служить, как вы говорите, осталось два с половиной года. А я уже не могу это терпеть. Что именно вы терпите? Мне вначале его не хватало, а теперь я привыкл и боюсь, что через два с половиной года никому ничего не будет нужно, потому что я тоже чувствую себя на СТВ. Ну смотрите, как бы вы говорите, что ссорились до того, как все это началось, то есть вы говорите, что у вас были конфликты до этого еще. Вот, и как бы я думаю, что дело здесь, ну не только вот в том, что он остывает, да, но мне кажется, что дело здесь в том числе еще и в том, что у вас проблемы были и раньше, до того как. Он уехал. Только вот вся беда, наверное, в том, что на эти проблемы вы внимания своего как раз не обращаете. То есть этих проблем для вас, да, этих проблем как будто не существует, а они важны, эти проблемы. Потому что у мужа нет мотивации быть с вами. Вот. Муж не чувствует, что, ну грубо говоря, что его к вам чатятят. А вы, в свою очередь, не выражаете ему то, что хотите, скорее всего, обвиняете его. И плюс себя ограничиваете, плюс боитесь его потерять, может быть, боитесь там лишиться поддержки, как вот. Дальше, нам даже долго поговорить не о чем. Ну а вот как так получилось? Материальная помощь первого года отсутствия была очень маленькая, второй год сейчас помогает немногому материальному. А это вы к чему? Сынам пока живем и моих родителей, они мне помогают справиться со всеми вопросами. То есть чувствует, что вам, эээ, вам лица, эээ, вот все должны помогать по жизни. То есть сами вы не справляетесь. То есть чувствует вот, что вам, эээ, как будто, эээ, временность на помощь жизни, как будто на себя вы не помогаетесь, как будто боитесь, что не справитесь. Так, еще до отъезда на север, я и он ругались часто, здесь у него было много долгов и денег не хватало. А из чего ругались? Тут я бы вам рекомендовал бы обратить внимание на свой вклад в конфликт. У меня есть проверение, что у него появилась женщина. Ну, смотрите, у него здесь были долги и, в общем-то, семья, в которой было не в секунде, не в секунде, все хорошо. Он сбегает, уезжает, начинает свою жизнь. По сути, заново. Значит, у меня есть подозрение, что у него женщина, поскольку он приезжает к нам, у него ко мне увлечение небольшое. Мне кажется, вы не до конца определились, да, то есть с одной стороны вы ругаетесь, что требуете от него, что означает, что как бы вы не совсем нацелены на человека. С другой стороны, у вас есть как раз ревность как следствие некого страха остаться брошенной и остаться в одной, то есть страха признать то, что вы не самостоятельны. Ну и самооценка, конечно. Как мне вести себя в такую ситуацию, как вести себя, чтобы что, что делать, чтобы сохранить семью, а что такое семья? Что такое семья? Вот как вы сами думаете, что такое семья? Ну, то есть, то есть, платье, ну, что интересно. Интересно то, что семья это просто социальное образование, не более того. Сохранять можно и нужно отношения с людьми, насколько вам важен человек. Есть смысл здесь вообще что-то сохранять, вот у меня возникает чувство, что меня таким образом покинули и бросили. Это ваши страхи из детства, страх быть брошенным и страх быть покинутым, которых не имеет ничего общего с тем, что происходит сейчас. А имеет смысл или не имеет, это решается повториться только вам. Что-то происходит в ваших отношениях к смутьям, наполовину ваша ответственность, даже если у него есть женщина, в это вложили вы, внесли вклад вы на 50%. Если вы захотите исправить свои 50%, не факт, что мышь вернется, но вы можете это сделать. А может быть, благодаря этому исправлению вы начнете новую жизнь, гораздо более счастливую, чем ту, что жили до этого. Правда, повторюсь, для этого вам нужно разобраться с тем, что именно в вас происходит и перестать переносить свои внутренние конфликты на внешний мир. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.